Приветствую вас и условно вопрос, который вы выдаете, можно разделить на несколько частей. Первая часть заключается в том аспекте, который констанция того, как люди реагируют на нового сотрудника, на нового члена рабочего коллектива. Вот, представьте себе, есть слажена годами выстраиваемая, значит, ячейка. Ячейка общества, где каждый человек занимает свое место, знает его, выполняет свои обязанности и так далее. Потому что приходит новый человек, и своим появлением, лишь только появлением, он уже будоражит весь коллектив. Почему? Его поведение, его вид, его действия, его деятельность непривычно для коллектива. Они, вот, принимаются как что-то новое, как что-то раздражающее коллектив, как что-то такое, что дает людям, другим, остальным новый пример. Новый пример для того, как можно вести себя в привычной системе обстоятельств. И любой коллектив, точнее сказать, коллективный рядом, может быть даже лидер, понимает, что вот такое появление нового человека, оно, как бы, представляет опасность для внутренней сплоченности данного коллектива. Потому что люди на нового человека посмотрят, и начнут делать так же. А лидер, который изначально сыграл удачно на, вот, сложившихся устоях, он, оказывается, впролёт. И часто другие люди, не только лидеры, сами этого не осознавая, пытаются сохранить те устои, которые были до прихода нового человека, просто потому, что есть, пусть даже, самый ничтожный шанс на то, что они будут разрушены. Кроме того, штат сотрудников достаточно редко именно расширяется. И если в новый коллектив приходит человек, то, скорее всего, до его на этом месте работал кто-то другой. Если только фирма, или компания, или организация не новая. И люди, которые работали с этим человеком, уволившимся, и были с ним в хороших отношениях. Он им нравился. А когда он ушёл, люди воспринимали это как негативное проявление, негативное событие. И автоматически этот негатив, непринятие нового человека, свой устоявшийся коллектив, направляется на новоприбывшего сотрудника. И ему требуется вдвойне, в тройне, в 4-5 раз больше усилить для того, чтобы завоевать какое-то место в этом коллективе. Чтобы к нему начали прислушиваться, чтобы его начали ценить, чтобы его держали на хорошую счету. Точно нужно понимать, что каким бы человек ни был, если он приходит в новый коллектив, ему всегда трудно. Это хорошо, если личность такая, что может легко находить общий язык с людьми. А далеко не каждый может находить общий язык с людьми. Кто-то видит, что его не принимают, видит, что держат от него обособленным, но мы его занимаемся в себе. И тем самым и коллектив провоцируют на то, чтобы вести себя обособленным. Потому что люди думают, как? Вот он сидит на ушибе, ни с кем не обжарится. Очень уважает на ушибе. Почему мы должны его уважать? Ну и так далее. С на жарством там общается как-то вот по-другому, не так, как раньше. Работу, которую до этого выполнял другой сотрудник, делает как-то не так, по-другому, наверное, хуже. Очень много предрассудков в коллективе. И эта часть, она заключается в том, что нужно понять. У людей предвзятое отношение к новым, потому что новый человек всегда угроза устоявшимся нормам поведения в таком коллективе. Вторая часть заключается, собственно говоря, в поведении самого человека. Дело в том, что, по большому счету, если анализировать то, как может повести себя новый сопрудник, то правильного варианта поведения придерживаются достаточно немногие. Точнее, они все в долгосрочной перспективе, если удерживаются на работе, и к нему приходят. Но каждый по-своему. Каждый делает это индивидуально. И в течение долгого времени. Обычно люди кидаются в крайности. Либо они из-за всех сил стараются парнявиться коллективу. То есть всем стремятся угодить, лебезят и так далее. Другие, наоборот, держатся обособленно. Так, чтобы не было видно, что новый человек нуждается в помощи других. И третий вариант, это когда человек напрямую действует с начальством, с куратором. Идя как бы через головы других людей. И естественно, ни один из этих вариантов не обеспечивает нормальных отношений в коллективе. Просто потому, что коллектив такого человека воспринимают как амбициозного, как беспринципного и так далее. Ну и отношения, естественно, не складываются. Идеальным вариантом для того, чтобы быть в коллективе на хорошем святом, без учета личностных особенностей сотрудников и лидеров, там это нужно разбираться конкретно является следующее. Четкое, комитентное, идентичное даже выполнение своих обязанностей на рабочем месте. Вежливое, активное общение в свободное время с другими людьми. Активная помощь этим людям в том, чем вы можете помочь. И принятие помощи у других. Нечурание, то есть, скажем так, отсутствие блоков на пути, просьб о помощи с вашей стороны по отношению к другим членам коллектива и спокойное восприятие их отношения к вам. Защита своих интересов и непозволение другим себя принижать, оскорблять, дискриминировать и действовать в ущерб вашему интересу. Вот примерно так стоит себя вести в коллективе, чтобы все было хорошо. И даже в этом случае всегда найдутся недовольны. Почему? Потому что есть те, кто цепляются за прошлое. Есть те, кто любят за счет неопытных сотрудников приводнести себя, самоутвердиться за их счет, подсмеяться над ними и так далее. Все это, в первую очередь, воспринимать спокойно, с пониманием и абсолютно полное безразличие демонстрировать тем, кто ведет себя подобным образом. Потому что такие люди, действующие непрофессионалы, действующие с личным окрасом, это люди, у которых есть свои собственные проблемы, свои собственные конфликты, негативные последствия, которых выражаются на новых сотрудников. Люди профессиональные, компетентные, адекватные, никогда не будут вступать в открытое противостояние с новыми сотрудниками, если только те исполняют свои обязанности качественно, правильно и срок, при этом не выставляя на показ, не выпячивая своих достоинств и не прыгая по головам. На этом, я думаю, все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.